МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грандиозного раздора. Что стоит за массированной атакой на ведомство? И почему за него так вступились США, Британия и ЕС? Старые болезни обновленного Минздрава. Счетная палата разоблачила великих комбинаторов госзакупок. Кому грозят уголовные дела? АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте проанализируем главные подробности уходящей недели. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Начну сегодня с хорошей новости. Все-таки не часто бывает такая возможность. Депутаты проявили невиданное старание и уже приняли госбюджет заметно раньше привычных сроков. Обычно тянут до нового года, а тут вдруг уже 7 декабря взяли да и проголосовали. Не пришлось даже до ночи сидеть. Ну, конечно, при этом стоит отметить и хитрость Кабмина. Ведь чем больше остается времени до конца года, тем сложнее шантажировать министров и выбивать из них незапланированные расходы. Вот в последние дни нового года легко прижимать Кабмин к стенке и угрожать сорвать голосование. А в первой неделе декабря условия может ставить еще правительство, а не политики. Итак, кто голосовал за проект бюджета от Кабмина, кто категорически отказался и кто все-таки торговался до последнего момента? Все подробности моей коллеги Екатерины Лысенко. Советскую традицию привязки к датам в нашем парламенте уж очень уважают. И большинство ключевых голосований проводят то под праздник, то под встречу. Так и с бюджетом. Документ под номером 7000 решили принимать 7 декабря, день местного самоуправления. Но совершенно неожиданно масштабную тему бюджета затмил скандал Саакашвили. В Раде только и разговоров было то о крыше, то о телефонных разговорах. Потом заслушали генпрокурора и главу СБУ, а бюджетный процесс оказался за скобками и в кулуарах. Депутаты даже засомневались, а будет ли смета. Но в итоге к бюджету все-таки перешли, а перед ним залез еще и за мораторий на продажу земли. Або мы в четверг захищаем землю от продажи, або края не будет ни продажу сельско-господарской земли. Для нас важно, чтобы продолжение мораторий произошло именно перед голосованием за бюджет, поскольку в зале будет мобилизация депутатов. Мы должны проголосовать за оборону продажи земли. Это общая позиция, по-моему, у всех. Люди ждут стабильности на рынке земли. Они понимают, что их могут взять, скупить в большие холдинги и выполнить фермеров с земли, где они работают. Вариантов земельного моратория было аж девять. Какой из них вынести в зал, в спешке решал Аграрный комитет. Той законопоряд, который поддерживал подкомитет земельный, он складывается с двух частей моратории на год. И уряд будет вручить принятие в первом квартале за проект закону про обе земли. А два других комитета, ответственных за смету, бюджетной и налоговой, сводили цифры до утра. И все-таки свели все миллиарды к общему знаменателю. Заседание закончилось около четвертого раннего комитета. Он хвалил в 2,57 изменения к бюджетному кодексу, в 4, приблизно, власный проект бюджета. Зросла и доходная, и податковая. Дохидная сросла на 36 миллиардов гривен, податковая на 40 миллиардов гривен. Мы только что получили решение податкового комитета, митного и податкового, с поводу того, что там происходило. Сегодня проходил этот комитет, там величезная кальция, текста еще нет. И они предлагают осуществлять пенсии, что правильно. Сборчить минимальную заработную плату, что правильно. Но очевидно, что инфляция перевищает этот показатель. Завищенные выдатки на силовый блок, на административную машину, на том, что социальные выдатки недостатные. И пенсии, и зарплаты должны быть большими, поддержка реального сектора – большая, поддержка регионов – большая и меньшим податковым тягом. Мы считаем, что некорректно вырахованы макропоказники, и в бюджете закладаны величезные деньги, которые должны быть спрямованы на поддержку людей. Утро четверга развеяло все сомнения и по бюджету, и по вораторию. Все в повестке. А парламентский трудодень продлен. В промежутках между главными вопросами, пользуясь аншлагом, голосуют текущие. В обед принимают бюджетный кодекс, следом налоговый, тиснули и моратории. Продавать землю запретили еще год. Но и бюджет. На часах около 10 вечера нардепы на слух проверяют цифры. Мы заклали в бюджет финансирование всех основных реформ. Мы подвышили социальный защит населения, выделили на пильги и житовые субсидии населения майже додатково 16 миллиардов гривен. Принятый бюджет – это запорука стабильности. Кто не поддержит бюджет, было понятно сразу. Оппозиционный блок, Батьковщина, самопомощь, голоса давать не собирались. Что сейчас? Громада объединялась. Вы на них переклали все коммунальные услуги, все платы, даже передали на них борги за теплопостачание и коммунальные платежи, и льготы за детей войны и чернобильцев. И вы забираете у них горизонтальное выравнивание. Это есть сором. Окремо с доходами у нас появилось 40 миллиардов додатковых витрат. На что они идут? Ну а фракции-коалиции на ходу вносили поправки и заявляли о своей поддержке. За наполяганием нашей фракции БПП, в этом бюджете изменились следующие показатели. Финансирование сельской медицины увеличилось от 4 до 6 миллиардов. До 164 миллиардов увеличилась национальная безопасность и оборона. Уборчивалось финансирование на строительство и восстановление дорог до 40 миллиардов. Уборчивался фонд энергоэффективности. Вложек админа с большинством поправок соглашались. У нас уже нет никаких требований между собой. У нас есть рабочий процесс. От меня, как премьер-министр, не нужно ничего, ни одной фракции, которая створяет, которая работает на строительстве государства, ничего требовать. Все, что вы предложите, и это будет слушать государству лучше и намного эффективнее, я завжди это поддерживаю. И коллеги по уряду тоже. Спасибо и голосуем. 270 циражам, бюджет принято. Бюджет приняли не на рассвете и не под елочку, что уже довольно непривычно. Вместе со сметой страны депутаты приняли и свою, повысили себе зарплаты. И после ударного рабочего четверга, рабочую пятницу решили прогулять. Любопытно, что бюджет на следующий год в нынешнем его виде уже подбирается к триллиону гривен. Сейчас показатель расходов 988 миллиардов гривен. Это самая большая сумма за годы независимости. И наверняка с учетом традиционного пересмотра бюджета в течение года, отметку в триллион бюджет все-таки преодолеет. При этом обсуждать детали принятого бюджета пока рано. Депутаты вчера, как обычно, вносили поправки с голоса и в последний момент. Так что сейчас самое время просто изучать документ. Смотреть, что и кому добавили, что и у кого забрали. Вполне обоснованно можно подозревать, что в этих поправках, а еще в переходных положениях закона может быть очень много сюрпризов. Вот, например, в прошлом году депутаты сами даже не заметили, как взяли и случайно ликвидировали налоговую милицию. Ну что ж, посмотрим, что получилось в этом году. А вот для обсуждения хорошая тема сегодня, это все те вопросы, которые остались у депутатов до конца года. Их очень много, а рабочего времени у Верховной Рады очень мало. Всего одна пленарная неделя и для голосований традиционные дни вторник и четверг. Простой вопрос, что успеют? У нас в студии, как обычно, представители разных полисил. Алексей Гончаренко, замглавы фракции блока Петра Порошенко. Алена Шкрум, представитель Батьки Вщена. Андрей Ильенко, представитель Свободы. Приветствую вас, друзья. Спасибо, что пришли. Начну с вопроса не про бюджет и не о планах Верховной Рады. Начну, извините, с негодования. С какого, извините, перепугу у вас сегодня выходной день? Кто готов ответить на этот вопрос? Я могу ответить. Ответьте, пожалуйста, Андрей. А, вчера, произошло голосование уже после того, как приняли бюджет. И депутаты проголосовали за то, чтобы сегодня не собираться на пленарном заседании. Мы, Свободы, все голосовали против этого решения. Вважаем, что это абсурд полный. Потому что мы подготовили важливые депутатские заплаты, которые стоят наших округов. Хотели, чтобы эти заплаты завтра были оприлюднены. Ведошли в работу. Цего не сталося. У нас были важливые вопросы, которые мы хотели подняти в разном выступе. Мы не имеем этого возможности сделать. Мы хотели задать вопросы уряду. Потому что завтра запланована година заплаты уряду. И этой возможности нет. Алексей, ну, наверное, вопрос о развалках представителей калиста. Спасибо, Андрей, мы поняли. Вы так перетрудились за два дня и вчера? Главная работа пятницы – это час вопросов правительству. Сегодня происходит заседание Рады Ассоциации Украины ЕС в Брюсселе. Премьер-министр там, часть правительства там. И сегодня, на самом деле, не с кого было бы спрашивать. Поэтому это было не мое предложение. Но раз оно принято, то сегодня, как вы видите, я по-прежнему в городе Киеве. А голосовали вы как? Я голосовал, поддерживал, потому что я не вижу смысла заседания без правительства. Пятничного. Потрясающе, потрясающе. Дуже, дуже коротко. Насправді, не година запитань до уряду. Найважливейше, потому что мы маем право там, как фракция, одно питание поставить, на яке нам не відповидают, зазвичай. Найважливейше, дейсно, выступы депутатов в різном, депутатские заплаты. И коалития просто не хочет чути зараз, чтобы мы там 2-3 часа выступали и подъемали болючие питания по бюджету, по коррупции в бюджету, по коррупции в податковом кодексе, и по тому, что насправді больше не будет пленарного тижня повного. Депутаты больше не будут. Друзья, смотрите, обычно опыт показывает, что бюджет у нас закрывает политический сезон в стране перед Новым годом. Логично предположить, что слухи, которые сейчас ходят о том, что и от последней пленарной недели от Рады, в общем-то, нечего ждать, да, не стоит ждать многого. А неправдивый, как вы думаете? Я думаю, что так. Я думаю, что больше мы не побачим особо эффективных голосований. На жаль, мы не смогли подавиться и принять даже те законы, которые стояли в порядке данного на вчора. Например, важливые 9 безопасных законов, которые могли хотя бы выплавить семьям загибших ветеранов компенсацию за то, что их друзья, их родители, их мужики загинули под час проведения этого. Но зато теперь вы будете получать больше. Сколько у вас теперь зарплата будет? Я не голосовал за повышение зарплаты. Вы не голосовали, но получать-то будете сколько? Посчитали уже? Аплата 10 минимальных прожитковых минимумов, значит 17 тысяч гривен. Плюс там будут надбавки премии. То есть это будет доходить чистыми, наверное, до 25-26 тысяч гривен. Я за этот проект решения не голосовал, но я хотел бы отреагировать на свои коллеги. Но вы проголосовали за выходной сегодня. Я хотел бы отреагировать на свои коллеги, что им негде выступить. У нас вся Верховная Рада это безостановочные выступления. Мне кажется, нашим людям уже хотелось бы увидеть какие-то дела от народных депутатов и не бесконечные выступления. И еще одна пятница, которая была посвящена выступлениям о себе любимых с трибуны Верховной Рады, это была бы не самая продуктивная пятница и не самый продуктивный день в жизни Верховной Рады точно. У вас накопилось за эту сессию, да и за предыдущую сессию, уже столько вопросов, что я их, наверное, могу перечислять до утра. Это вот из последнего неизмененные правила дорожного движения. Нерешенный вопрос с евробляхами. Судебные вопросы. Избирательный кодекс вы не приняли. Ну много, много, кстати, избирательный кодекс от вас кто только не требовал. Эти все вопросы плавно перекочевывают 2018-й. Андрей, я правильно понимаю? Я погоджусь с коллегой, что, на жаль, в последний тиждень в этом году мало перспектив, что там будут приниматься важливые решения, потому что, на превеликий жаль, отсутность дисциплины – это одна из самых больших проблем этого парламента. И мы имеем в свободе все моральное право про это говорить, потому что мы ходим дисциплинованно, голосуем, всегда имеем оппозицию. Но, на жаль, очень много депутатов, они заняты невидимо чем, они редко ходят на заседания. Я так подозрюю, что на последний тиждень этого года просто не будет кворума достатньо для того, чтобы принимать эффективные решения. Это неподобство, это ганьба. Это спасет волшебное кнопкодавство, если нужно будет. Ну, а это порушение Конституции, это плювок всему суспільству в обличье, если кто-то далеко, ну, а это, очевидно, далеко отбывается. Вчера, например, тоже было кнопкодавство массовое подчас голосования. Поэтому, конечно, парламент переносит эти вопросы на следующий год, но, вы знаете, парламент-то может ждать, а вот суспільство не может ждать. И суспільство требует решений. И вот это проблема, что народ не видит эффективной работы влады, и поэтому сегодня такая величезная недовира к органам влады, такой величезный разрыв между владой и народом, и поэтому ничего странного нет, что такие высокие протестные настроения сегодня в суспільстве. Алексей, кадровые вопросы, хотя бы какие-то до Нового года еще решатся вот за эту пленарную неделю? Я уверен, будет пленарная неделя, абсолютно рабочая. Я не знаю, коллеги, о ком говорят. Я, например, собираюсь быть на работе. Думаю, так будет большинство коллег, и мы сможем голосовать и работать. Вообще, идея о том, что парламент надо оценивать по количеству принятых им законов, это очень ущербная идея. Тогда самыми худшими парламентами будут парламенты развитых стран. В жизни не принимают такое количество законов. Качеством. Качеством? Да, качеством. А вы считаете, оно не хромает в нашей стране? Самое главное, это качество принимаемых законов, а не их количество. Поэтому говорить о том, что вот, посмотрите, они не соберутся, они примут еще 20 законов, ну это даже смешно говорить. Хотя, еще раз повторюсь, уверен, что пленарная неделя будет эффективной, плодотворной, будут приняться решения. Мы слышим все эти истории, что парламент недееспособный постоянно с сентября месяца. Напомню вам за эту сессию, сколько принято решений. Пенсионная, медицинская, судебная, образовательная реформы. Поэтому много всего-сего, вчера мы утвердили мораторий, продлили мораторий на продажу земли, ну бюджет и так далее, и так далее. Алексей, вы сами заговорили о качестве, и я тоже скажу о качестве. Вот даже несколько моментов, которые вы назвали, вот эти все законы, которые вы приняли, вы говорите об их качестве, а мы далее в программе будем подробно рассказывать о том, какими, ну не бедами, я скажу, но проблемами и проблемками они уже успели обернуться для Украины. Пока продолжим с вами через несколько минут. Похоже, не только в Верховной Раде многие вопросы перенесутся на следующий год. Еще одна проблема рискует перекочевать в 2017-й, одновременно и политическая, и правовая, ну и моральная. Это проблема Михаила Саакашвили. На этой неделе он сбежал от правоохранителей, сделал уже, наверное, тысячу громких заявлений и скрывается в самом центре Киева. То в своем лагере на Грушевского, то еще где-то. Интересно, как долго он будет себя свободно чувствовать после столь громких обвинений? Этот вопрос чуть позже в сегодняшней программе я задам генеральному прокурору Юрию Луценко. Ну а сейчас о том, как приключения Саакашвили в Украине приняли по-настоящему страшный оборот. И о том, чем все это для него может закончиться. Сюжет Инны Томиной. Саакашвилиада началась рано утром во вторник. По киношному зрелищно. К экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области с обыском нагрянули сотрудники генпрокуратуры и спецназ СБУ. Сам политик бежал на крышу восьмиэтажного элитного дома и даже грозился спрыгнуть вниз. Упирающегося Саакашвили силовикам все же удалось снять с крыши. Его вывели из дома и посадили в авто. Но дальше все решали улица и сторонники МИХУ. Толпа активистов несколько часов блокировала служебное авто. И в конце концов разбили окно и освободили Саакашвили. Правоохранители бездействовали. Дальше активисты колонной двинулись на Майдан. А затем к Раде. В это время в самой Раде события на Костельной комментировал генпрокурор. Юрий Луценко заявил, что Саакашвили предатель. А весь его протест финансируется из России. Беглым младоолигархом Сергеем Курченко. Хочу высловить великую благодарность работникам службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины, которые дали возможность не допустить этого первого этапа запланованного ФСБ плану «Русская зима в Киеве». В доказательства Луценко обнародовал видео и аудиозаписи, где стороны якобы координируют действия и через посредников передают Саакашвили более полумиллиона долларов. Якобы взамен Курченко надеется на поддержку своих бизнес-интересов в Украине, после того, как Саакашвили придет к власти. Я думаю, что надо просто вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить вообще с ним. Все это потянуло на статью о содействии преступной организации. Доверенное лицо Саакашвили и фигуранта записей Северена Дангадзе арестовывают на два месяца. А самого Саакашвили, который осел в палаточном городке под Радой, объявляют в розыск. А по всей этой ситуации высказывается и президент. Дедалее больше ставки врага делает на то, чтобы бить в спину, подрывать с середины, дестабилизировать ситуацию в Украине. И я неодноразово про это уже рассказал, что в Москве не шкодуют силам. Да и грошей у них кури не клюют. И прозвище тут ни до чего. Знаете, я думал, что меня тяжело чем-то удивлять. Но то, что увидела и почула вся страна, приголомшила и шоковала всех. Тем временем Саакашвили и его сторонники заявляют, записи фальшивка. Провести экспертизу перехваченных разговоров просят и депутаты. А в обществе аудиокомпромат вызывает резонанс. Одни открыто сомневаются в его подлинности. Мол, разговор уж слишком нарочитый. Другие не исключают. У Саакашвили и Курченко может быть взаимный интерес. У группы Саакашвили с группой Курченко давно взаимовыгодное сосуществование. Несколько эпизодов берем. Первый блокады Донбасса, предприятия Донбасса. Семенченко, Соболев, то есть люди, которые сотрудничали с Саакашвили, находятся в его команде. Они организовали блокаду в свое время, заблокировали железнодорожный переезд. В результате чего предприятия, которые находились там, зарегистрированные в Украине, они были там захвачены, отжаты под предлогом этой блокады. И сейчас им управляют люди Курченко. Попытки Саакашвили получить деньги на протесты вполне понятны. Саакашвили, неважливо у кого брати гроши. Принципово неважливо. У дьявола, у черта, да. Ему гроши потребны на революцию. И он будет делать свое. А у тех, кто даёт гроши, трохи иншицы. То, что умеет Саакашвили, это преврата туза. Он спецпиару, мне кажется, что он очень сильно прооценивает свои значения в Украине. Это тоже очень серьезная проблема. Но ситуация в Саакашвили – это большая проблема и для власти. И как она будет ее решать, непонятно. Ведь пока Запад к обвинениям в Саакашвили отнесся с большим недоверием. Попытка арестовать Саакашвили под предлогом того, что он какой-то российский агент, выглядит крайне дилетантски. Кто поверит в эту историю? Сценарии развития могут быть разными. Пока власть заняла выжидательную позицию. Впрочем, как и сам Саакашвили. Но у Саакашвили нет массовой поддержки людей. А значит, экс-президента Грузии ждет или арест, и, возможно, экстрадиция в США, Нидерланды или Польшу. Или же он останется на свободе в Украине. Но к нему будут применяться процессуальные действия. Будут выкликать на опыты всех, кто на этих плывках фигурует. И процессуальные действия, экспертиза плывок и так далее. И это надолго. Но пока полиция задерживать революционера не спешит. Там, говорят, всему свое время. Инна Томина и Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер. Это уже старая пластинка. Это уже старая история. Юлия Володимировна Тимошенко развинувачила в том, что она рука Кремля. У моего коллеги есть в свободе. Люди, которым говорят, что они работают на Кремле. Самопомощь у нас уже работает на Кремле. Егор Соболев, снятий сейчас с посады керевника комитета. И говорит, что, очевидно, скоро скажут, что он работает на Кремле. Саакашвили работает на Кремле. Это не работает. Рука Кремле стала действительно очень распространенным популярным штампом для борьбы с оппонентами. Но здесь вроде бы есть доказательства. Ну, по-перше, вроде бы, на жаль, для нашей страны нужно это довести до суду. И вот, когда мы это доведем до суду, тогда мы сможем увидеть какой-то результат. Но, на жаль, нет вопрос в конкретных названиях. Есть вопрос в идее. Есть вопрос в том, что у нас в стране величезная коррупция. Украина сейчас заняла лидирующую позицию в мире, первое место по коррупции. Это мы получили за четыре года борьбы с коррупцией, пана Порошенко, то, что мы заняли первое место в мире. И каждый человек видит, сколько она сейчас получает грошей, сколько она может купить, как выросли тарифы, как выросли цены. И все должны видеть, что это бюджетная ночь, это было вопрос не пана Саакашвили, не меня, не батьковщины, не опозиции. Это было вопрос величезной коррупции. Потому что, например, что сделали за бюджетную ночь, снова дали преференции двум одним из самых больших людей в стране. Это наша Ряба, пан Косюк и пан Бахматюк. Ем снова дали больше миллиарда гривен дотации. Хотя в предыдущий год они могли получать только 150 миллионов. И вот это все вопросы, я не сомневаюсь, что мы найдем еще очень много интересных находок. Там говорят, что снова миллионы, сотни миллионов гривен для шку перепали за какую-то пожарную спецтехнику. Андрей, но все-таки в истории Саакашвили, что вы видите больше? Руку Кремля борьбы с неугодными? И когда, насколько опасна эта ситуация, и когда она может разрешиться? Да, дело не в названиях. Та информация, которая возникла за уважение о Саакашвили, мы сейчас не будем давать, я не буду давать оценку, это сфальширована информация, или есть какой-то мест, может быть все, что угодно. И очевидно, что мы знаем, сколько у нас фальшируют разные информации. И что до свободы неодно разговаривали разные фальшивки. Поэтому я не собираюсь, кто здесь, знаете, судить без суда. Единское, что я могу сказать, что дело не в этом. Rum definition, люди, которые могут быть на протесты, они выходят с не через призвище какого-то политика или политической силы, а они выходят потому, что они видят тотальную корупцию, они видят невыконанную обещанки Майдану, они видят потому, что они видят несправедливость, они видят то, за что они боролись на Майдане, сейчас полностью нивелюется. И именно поэтому они выходят на протести. И из того, что сейчас дискредитуют у моего-то политика, это не с停ат эти протести. То есть это надо понимать. Влада, очевидно, этого не понимает. И у меня, кроме всего, есть вопрос. Если у нас сейчас такая борьба началась с агентами Кремля, то почему эта борьба идет только с такими неочевидными агентами Кремля? Чему они борются с очевидными агентами Кремля, которых просто пруд-пруди, которые на каждом кроце? Кумы Путіна, люди, которые сидят в парламенте, отверто выступают против украинской державы, люди, которые на местах сейчас готовят почву до нового наступа России. Чему ними никто не занимается? Чему не занимается мером Одессы с российским паспортом? С ним никто не занимается. А тут вот идет такая вот интересная борьба. Еще раз скажу, я не собираюсь быть нищим адвокатом. Если есть вопросы, нужно давать на них ответственность. Но это не остановит протестный рух. Мысль понятна. Вот, кстати, вы по поводу паспорта упомянули, а я вспомнил, вот как у нас скандал один сменяет другой, да, и мы забываем о предыдущем. Паспортный же скандал, это была чуть ли не главная тема прошлого месяца. И что? У Труханова российский паспорт, да? Там еще есть проблемы с Супрун, с ее американским паспортом. У Рабиновича израильский паспорт. И что дальше? Как может человек, который, грубо говоря, сидит одним местом на двух гражданствах, думать об интересах Украины? Мы можем быть в этом уверены, Алексей? Вы знаете, у нас как-то так все открещиваются от Саакашвили, да дело не в фамилии. Так это же, к сожалению, выходят с ними вместе. Это выходит Юлия Владимировна Тимошенко и говорит, как, какой ужас, президент Грузии там прыгает по крыше в роли Карлсона. Алексей, извините, мы к Саакашвили вернемся. Вы мой вопрос слышали? Вот мы всегда с вами сложно работать, понимаете? Подождите, только что говорили о Саакашвили, я же не могу не прокомментировать. Вы ответите обязательно. Паспортная тема. Вот по тому же Рабиновичу депутаты неоднократно обещали Следственную комиссию в Раде создать. Регламентный комитет, что это расследует. И что? И пшик. Мне кажется, вы сейчас адресуете вопрос не по адресу, потому что я не могу ответить ни про паспорт Рабиновича, ни про чей угодно. Я готов записать депутатские запросы. Я говорю, ну дайте мне сказать одно слово. Андрей, вы сами вспомнили, что об этом забывают. И вот видите, забывают об этом в первую очередь в стенах Верховной Рады. К сожалению. Ну вот я вам скажу конкретный приказ. А можно мне сказать в противоколе протеста? Вы сейчас ответите, да. Спасибо. Мы, Свободився, написали, например, конкретно по Труханову депутатское звернение до президента в миграционную службу. Потому что мы знаем, был аналогичный случай с депутатом Артеменком, которого было канадское гражданство. Будучи народным депутатом, президент выдав указ, его звільнили с гражданства. Почему не делается таке смс с Трухановым, например? Или с другими, по которым есть та самая ситуация? То есть на это вопрос было бы очень хорошо почути внятную ответственность. Мы чекаем на вид предназначения. Ну, надеюсь, что услышим. Я хотел бы продолжить. Зная, что есть такие обращения, я со своей стороны сделал обращение, вы упомянули, по Ульяне Супрун. Тоже сделал обращение во все инстанции, как народный готов сделать Парабиновича обращение. И как народный депутат, это то, что я могу сделать. Ну, будем ждать этих обращений, делайте, пожалуйста. По поводу протестов хотел бы сказать. Да, вернемся к протестам. Инна Томина, моя коллега, в сюжете задала очень важный вопрос. Ситуация в Саакашвили сейчас это очень важное испытание для власти. Вот как власти планируют решить? Во-первых, все-таки про протест. Я вот сюда к вам ехал и специально опять прошел через этот наш лагерь протестующих. Там, наверное, человек сейчас 40 находится. Человек 40, еще раз подчеркну. Которые перекрыли центральную магистраль города Киева, улицу Грушевского. Давайте еще 40 человек перекроют проспект Победы. Еще 40 человек перекроют еще какую-то улицу в Киеве. И у нас миллионный город, трехмиллионный город просто остановится. Мы говорим, протесты, протесты. Смотрите, вот для меня лично пока эта история превратилась в два пшика. В пшик превратилась история революции Саакашвили. Но в пшик превращается сейчас и преследование Саакашвили. Как выходить из этой ситуации достойно? Достойно я бы... В первую очередь и перед Украиной, и перед миром. Я думаю, что достойно мы не выйдем никак. У Михаила есть возможность. У него уже достойно нет возможности выйти. Но хотя бы более-менее достойно. Если он, как такой джигит, придет сам наконец-то в СБУ и ответит на вопросы, которые есть. Если все это фейк, если все это фальшивка, так с чего ты прячешься? На крышах, в канализационных люках, в каких-то непонятных... То он в палатке, то он в комитете в отеле Киев. Где он еще не был, я не знаю. Хорошо, если он не выйдет из своего городка на Грушевск. Вот что дальше делать? Ну, до весны продержится, там потеплеет. Там мангал поставят и будет там находиться постоянно. Я надеюсь, что все-таки этот абсурд закончится. Я так понимаю, что власть сегодня дает возможность, чтобы никто не мог обвинить. Вот, смотрите, его ловят, еще что-то делают. Дает возможность ему все-таки как-то объявиться самому. Последняя новость, и он же пропал на сегодняшний или на вчерашний день. Он заболел, но обещал вернуться. Да, он всегда... Он обычно вся его активность так... Он очень активный, потом 2-3 дня он болеет. Мы знаем причины этой болезни. Поэтому я надеюсь, что он сам придет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Надеюсь, что она до Патовой не дойдет. Извините, мы выбрали уже весь лимит времени. Спасибо вам за то, что были нашими гостями сегодня. Спасибо вам. Это подробности недели. И вот о каких темах мы будем говорить дальше в нашей программе. Набу грандиозного раздора. Что стоит за массированной атакой на ведомство? И почему за него так вступились США, Британия и ЕС? Старые болезни обновленного Минздрава. Счетная палата разоблачила великих комбинаторов госзакупок. Кому грозят уголовные дела? Опасное признание. Не приведет ли решение Трампа о статусе Иерусалима к войне на Ближнем Востоке? И вот, когда уже казалось, что ну просто нельзя затмить скандал Саакашвили, началось. Ситуация, которая еще на прошлой неделе была проблемной, на этой неделе вышла на самый высокий международный уровень и стала откровенно угрожающей. Независимость Набу под угрозой. Таков основной мотив. И особенно этот мотив усилился, когда на сайте Верховной Рады появился законопроект о парламентском контроле над деятельностью Набу. За подписью руководителей двух крупнейших фракций. В случае принятия этот документ позволил бы депутатам простым большинством увольнять директора бюро. Напомню, сейчас увольнение Артема Сытника возможно только после аудита работы Набу. О развитии этого скандала вокруг бюро и основных заявлениях участников напомнит наша короткая справка. Скандал на весь мир. Войны украинских антикоррупционеров идут уже давно, но в этот раз противостояние приобрело мировой масштаб. На защиту Набу встали все. Газдеп, Еврокомиссия, Всемирный банк и МВФ. Кроме привычной обеспокоенности звучали вполне конкретные угрозы. В Евросоюзе напомнили, что дверь в Европу может закрыться. Ведь антикоррупционные реформы – главное условие без виза. А Америка даже сократить господдержку Украине пригрозила. Что же так разозлило Запад? Все началось с нее. Сам главы миграционной службы склонял к денежным отношениям тайный агент Набу. Он начал предложить решение вопроса в соответствии незаконной легализации иноземных граждан на территории Украины. На что я отмолила. Отказала и пошла в СБУ. Там начали следующее и прослушку. И в конце концов агента под прикрытием задержали. А спецоперацию сорвали. На жаль. И всех фигурантов, которые мы ввели, мы уже задокументировать не сможем. Дальше больше правоохранители начали разбираться, кто же нарушил закон. В генпрокуратуре обвинили агента Набу в аморалке и уголовном преступлении. Мол, склонять к взятке не имел права. В Набу приостановили все операции с участием агентов под прикрытием. И заявили, СБУ и ГПУ ему мышленно мешают работать. Разобраться с войной аббревиатур на этой неделе решили в парламенте. Ждали четверых руководителей. Пришли только двое. Артем Сытник и Назар Холодницкий уехали в Америку. Артем Сытник, пребывающий в Соединенных Штатах, развернув очень брюхливую деятельность, чтобы поднять всю громадственность, и, в частности, наших партнеров по спильной деятельности, в частности, Федеральное бюро расследования, для дискаритации Генерального прокурора и всех правоохранных органов Украины. Генпрокурор обвинил директора Набу в нарушении законодательства. К примеру, велась незаконная прослушка. При этом и в ГПУ, и в СБУ заявляют, между ними никакой войны нет. У нас довольно нормальная рабочая взаимодействие, как с Набу, так и с Генеральной прокуратурой, с Министерством внутренних справ и с другими субъектами оперативно-шуковой деятельности. Тем временем Сытник и Холодницкий из-за океана прямо обвиняют украинские спецслужбы в попытке сорвать антикоррупционные реформы и дискредитировать Набу и САП. В Америке они пробудут до вторника, а в Украине в их отсутствии Набу попытались переподчинить. Лидеры фракции БПП и Народный фронт внесли законопроект о возможности увольнять директора антикоррупционного бюро без аудита решением парламента. Но после шквала возмущений документ все-таки отозвали. Сам Артем Сытник неоднократно заявлял, что готов к возможной отставке. Но по всей видимости пока свое место он сохранил. При этом депутаты подвинули Егора Соболева с должности руководителя антикоррупционного комитета. Ну а самое эмоциональное это безвиз. Очень неожиданно на самом деле. Сначала активисты, а потом и депутаты вспомнили, что безвиз Украина получила не просто так, а с условием, что его могут отозвать при определенных условиях. И вот среди этих условий есть в том числе и откат в антикоррупционных реформах. Собственно при остановке безвиза украинцев стали буквально запугивать. Мол это произойдет непременно, если ситуация вокруг Набу не будет урегулирована. А вот так ли это на самом деле? Такой вопрос мы решили задать одновременно и политику, и дипломату Григорию Немыря. Он не выполняет сейчас официальных дипломатических функций, но при этом общается без посредников с первыми лицами Евросоюза. Итак, существует ли реальная угроза того, что безвиз приостановят? Такая возможность сейчас обговориться на уровне Европейского парламенту. И это обговорение уже свидетельствует о том, что такая опция находится на столе. Чи ця опция, ця перспектива найближчих месяцев або днів, навряд чи. Это скорее такая, как ядерная кнопка, которую может натиснуть, когда, если украинская влада продолжает импровизировать. Другая опция является более загрозной и более вирогидной. Эта опция относится посиления требований, которые должны быть выполнены Украине, чтобы иметь доступ к программам макрофинансовой помощи Украины. И от среди этих новых требований могут быть не только те, которые сейчас остались, а их четыре требований, которые не выполнила Украина. Стосовно реестру кинцевых бенефициарей компании, стосовно автоматичной проверки электронных деклараций, стосовно реестру кредитов, выданных Национальным банком Украины и вопроса Лису Кругляку, могут быть доданы еще новые требования. И сегодня странные истории вокруг НАБУ продолжились. Теперь застрельщиком выступил Минюст. Началось все с заявления первого замминистра юстиции Украины Натальи Бернацкой. По ее словам, сегодня рано утром детективы НАБУ ворвались в здание Министерства юстиции, отобрали ключи у уборщицы, закрылись в одном из кабинетов и стали проводить следственные действия. В течение дня детективы провели еще и обыски в квартире у одного из сотрудников Минюста. Расследование касается исполнения решений ЕСПЧ. Бюро выпустило свое заявление в ответ. Мол, действовали законно и пришли забрать те документы, которые Минюст и так обязан был отдать. И якобы чиновники Минюста еще и попытались уничтожить эти документы. По данным журналистов, чиновников подозревают в незаконных выплатах на десятки миллионов гривен. Ну что ж, наверное, на следующей неделе эта история может вызвать еще один громкий политический скандал. Ситуацию вокруг НАБУ сегодня прокомментировал и Петр Порошенко. После переговора с президентом Литвы Далей Грибаускайте, он ответил на один из вопросов журналистов. Вот что сказал президент Украины. Музыка. Кстати, аудиторов для НАБУ не могут назначить уже много месяцев. Попыток, конечно же, хватало. Вообще, у бюро должно быть три аудитора. От президента, от Кабмина и Верховной Рады. Пока что успел заполнить свою квоту только Кабмин еще в мае. Наибольшие проблемы и самые заметные скандалы с назначением аудитора в парламенте. Там уже одного лишь слова «аудитор» достаточно, чтобы вызвать бурю эмоций от разных политил. Впрочем, на фоне вот таких обещаний на самом высоком уровне, наверное, можно ожидать, что и парламентская квота будет заполнена. Свой вариант должен выбрать и президент. Причем список кандидатур давно известен. Это американцы Марта Борщ и Робертс Торч и испанец Карлос Кастресана. Сегодня же президент Украины провел переговоры с директором МВФ Кристин Лагард. Обсуждали ситуацию в Украине, скандал вокруг антикоррупционных органов и главное, создание в нашей стране отдельного антикоррупционного суда. Петр Порошенко и Кристин Лагард призвали политические силы в нашей стране объединиться для того, чтобы в Украине наконец-то появился антикоррупционный суд. Ну и чтобы необходимые для этого решения были приняты еще в этом году. Все-таки у политиков время еще есть. Ну что ж, давайте теперь обсудим все эти скандалы и новости и вообще начнем подводить итоги года для правоохранителей с Юрием Луценко, генеральный прокурор Украины. Сегодня в гостях у подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Витальевич. Здравствуйте, Юрий Витальевич. Спасибо вам, что пришли. Вы, кстати, на этой неделе не поехали в Вашингтон на форум по возврату активов. Очень странно. Для Вас лично и для генеральной прокуратуры возврат украденных Януковичем средств это было одно из главных достижений в этом году. Но так получилось, что отчитываться об этом стали Сытника-Холодницкий. Как Вы это прокомментируете? Прежде всего, на эту конференцию полетел мой заступник из международных відносин Євген Єнин, який представлял Генеральную прокуратуру Украины. И нам действительно было про что говорить на этой конференции. Півтора миллиарда повернутих коштей, повернутий одесский нафтоприробный завод, повернутий 80 тысяч гектар. Это приблизно территория Австрии, краденных земель в территории Украины. Короче говоря, набир непоганий, а если говорить без зайвої скромности щодо нашей системы, то размер спецконфискации колишнего диктатора-хлептократа – наибольший за последние 100 лет. Очевидно, на этой конференции больше времени провели наши коллеги САП и НАБУ. Им есть что послушать, что повернули, потому что они пока повернули 26 тысяч гривен. Поэтому мы спокойно ставим себя дещо с Геронією до этого. Но если говорить серьезно, я планировал ехать, но события вокруг затримания Саакашвили обязаны мне быть в Украине. В первую очередь, я генеральный прокурор Украины. И я должен бороться над тем, чтобы законность и противостояние российскому плану «Русская весна в Киеве» была создана координацией всех силовых структур государства. Хорошо, давайте тогда, если вы вспомнили о Саакашвили, потом немного об итогах годовых отчетов Генпрокуратуры о работе за этот год. Саакашвили. Что в ближайшее время? Вот только что с депутатами я пытался выяснить, что ждет его в ближайшее время? И как власти выйти из этой ситуации? Как не довести ее до тупика, допатывать? Первое. В ходе законной судом санкционированной операции Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры мы установили контакты втекателя одного члену организованного злочинного группования Януковича Курченко, который нанес избыточки украинской государства на 14 миллиардов гривен. Чтобы наши взгляды просто понимали, с кем имеет дело Саакашвили. Это человек, который вообще без никаких обязательных платежей в бюджет завозил при Януковичу все нафтопродукты. Практически все. Это человек, который играл на миллиарды, вытягивал из бюджета. Наши зрители хорошо понимают, сюжет только что. Об этом они посмотрели. Там и роль Курченко, и все его миллиарды. Как и в каждой серьезной справе, когда засудивается организованное злочинное группование, Служба безопасности Украины контролирует, что не будут члены этой организации выходить на суд, чтобы его подкупить, на прокурора, на впливовых политиков. И они увидели, что связались контакты между правыми руками российского олігарха, теперь уже московского олігарха, и колишнего президента Грузии Мехо Саакашвили. После этого сам Саакашвили позвонил Курченко с своего телефона на телефон московского втекача. И договорился про ту или иную форму співпрации и методы подальшеи кооперации. В связи с тем, ему инкриминуется статья 256-та, это сприяння членам злочинной организации для уникнения от покорания. В этой ситуации мы считаем, что можем обмежиться его допитом, затриманием и будем хлопотать в суд про домашний арест. Юрий Тольщич, кроме записей вот этих переговоров у следствия что-то еще есть, многие эксперты уже начали кричать о том, что записей недостаточно для предъявления обвинения и для приговора. Слава Богу, в этой стране криминальным процессом занимаются не эксперты, а профессионально наученные прокуроры и следствия. А остаточное решение будет принимать не гражданство, а суд. Поэтому я уверен, что доказательств для предъявления подозрений достатньо. Это моя работа, изучать, что достаточно доказательств для подозрений. На этот момент достаточно. Чи будет их достатньо для предъявления обвинения, побачить следствие. Но Саакашвили тикает от следствия. Он боится ответить на простые вопросы следствия. Мы при обшуках у его оточения нашли достатньо документов, которые еще не оформлены, и на которые ему придется давать ответы, в том числе на его закордонные рахунки, которые наполнились за рахунок деятельности в Украине. Поэтому все в свой час. На этот момент Саакашвили должен быть затрянут и отправлены к суду для обвинения обвинения захода. Раньше мы говорили про домашний арест. После того, как он фактически встал спидварты, я еще не могу сказать, каким будет решение. Как вы думаете, как долго он еще будет разгуливать в центре Киева, в общем-то, не особо прячется? И сразу же, что ждет тех людей, которые помогали Саакашвили текать спидварты? Я помню много случаев, когда иронизировали, что мы только заявляем. Тем не менее, и в этом случае, как и в всех предыдущих, если украинская правоохранительная система сказала слово, оно будет выполнено. Саакашвили будет затрянут. Рано или поздно будет затрянут. Есть только одна проблема. Мы, конечно, могли его не отдать и затрянут. Но и, между прочим, работники СБУ, до речи, все до одного в этой машине, участники АТО СБУ, они имели право стрелять на вражения, оберегающих в наручниках затриманного гражданина. Но Саакашвили цікавит кровь. Нас цікавит спокойствие в стране. И поэтому мы не используем надмирные возможности, которые закон дает нам право, и думают о том, чтобы страна сохранила спокойствие. Саакашвили ховается за спинами обдуренных и купленных за гроши Курченко людей. Сегодня нам сегодня тут рассказывали депутаты про то, что вопрос не в Курченко, не в Саакашвили. Да, вопрос в том, что 1200 человек на марш в Саакашвили минулих выходных были привезены на автобусах, которые оплатили из грошей Курченко. Только в этом. Только за это нужно людям понимать, что их используют за гроши Януковича, для того, чтобы разглядеть ситуацию в Украине. Мы этого не даем. Саакашвили будет затриман без затмений, без крови, без засосования спецзасобов. Понятно. Юрий Витальевич, давайте теперь о достаточно сильно расшатанной истории взаимоотношений между Генеральной прокуратурой, НАБУ, САП. На этой неделе прозвучало очень много громких обвинений. Слушали их мы все и с удивлением, и с недоумением. Вы верите в то, что в будущем, возможно, продуктивная работа между этими тремя органами после того, что случилось на этой неделе? Или все-таки холодной войны правоохранителей не избежать этим вопросом? Сейчас многие над ним замысливаются. Перед вами стоит один из авторов закону про НАБУ. Как колишний министр внутренних справ, я глубоко уверен, что в Украине должен быть специальный орган, который занимается выявленным высокопоставленной коррупцией, в проведении организованного злочинного группирования, но на законной основе. У нас нет проблем в общении с НАБУ или САПом. Из 50-ти справ, которые НАБУ подало до суду за этот год, 20 за материалами ГПУ и СБУ. Это означает достаточно серьезный уровень общей работы. Остальные резонансные случаи, когда были затриманы двое судей, которые пытались дать хабар Назару Холодницкому. Операция ГПУ разом с САПом. Король контрабандистов Одессы Альперин, который в наручниках вышел из Печерского суда после попытки подкупа работника НАБУ. Операция ГПУ и НАБУ. Мы работаем вместе. Но бывают случаи, когда у нас достаточно фактов, которые говорят о порушении закону работниками Национального антикоррупционного бюро. Будь-якие большие цели по борьбе с коррупцией не могут действовать в супереччинному закону. Работники НАБУ, как и любые другие работники ГПУ, СБУ, МВС, должны не скоювать злочини, а выявлять их. Да, у нас есть случаи, когда гражданка, которую вы транслювали с Державной иммиграционной службы, заявила про провокацию ХБР. Все знаки того, что это правда, у нас наявны. Уже вручені підозри працівникам НАБУ, которые провоковали держслужбовца на надание законом забороненных послуг через соответствующую грошовую награду. Это первая история. И вона была передовою. Перепрошу, за рік у нас, напевно, декілька десятков прокурорів затримаются при скоренні тих чи інших злочинів. Хабарив, порушення закону, порушення прав затриманих тощо. Те саме стосується сотень працівників МВС, одиниць СБУ. И ничего в цьому нема, катастрофично. Але є інший. В ходе цієї операції ми побачили, що працівники НАБУ під прикриттям набираются всупереч діючому закону. Закон, можливо, не долугий, але говорит, що всі працівники НАБУ, в тому числі під прикриттям, негласні, мають обиратися на прямому конкурсу. Что в ситуации робити? Я думаю, дозволю себе сказати, что в ситуации робити? Колись грузинские реформаторы написали закон про МВС, в якому випадково забули вписати оперативно-розшуковую деятельность. И 9 месяцев полиция не мала права на оперативную деятельность. Рухнула агентура. Ніхто не знав, що робити з секретним кімнатом. Але ніхто не порушував закон. Чекали, поки депутат Мустафа Найем вніс справку і все запрацювало. В цьому випадку також очевидно тереписати всі працівники НАБУ в дужках. Крім негласних працівників, дужки закрили, набираються на відкритий конкурс. В общем, Юрій, що я хочу сказати? Я хочу резюмувати. Це головний меседж для країни. Я не можу робити вигляд, що все добре. Така моя робота. Якщо в НАБУ працюють незаконно призначені, з незаконним використанням прослужки, з незаконними методами провокації десятки працівників. Мій обов'язок іти проти цього. Можливо, мені було б легше підтримувати НАБУ. Але моя робота в тому, щоб ніхто в державі не був над законом, поза законом. І який би заокеанський або внутриукраїнський тиск на мене відчинився, поки я генеральний прокурор, я буду вимагати законності від усіх. Від НАБУ, САВ, ГПУ, СБУ і МВС. Це моя робота. Ваша позиція понятна. Спасибо. Давайте тогда, о требовании законності, але вже в більш широкому смыслі, для всіх країн, все-таки, хотілося б поговорити, год закінчується, об итогах року для генеральной прокуратуры. Я посмотрел, подготовился. В прокуратурі удалось розкрыти більше 9 тисяч фактов взяточничества, наприклад, почти 3 тисячі дел відправити в суд. 2 тисячі 830. Це внушительна сума. Але, тут логичний вопрос. А що в суді? Приговори, кстати, Холодницкий і Сытник теж на це жалуються, що в судах відбувається відкривний саботаж. Як довго ще така ситуація буде продовжуватися? Так, це правда, і 50 справ Набу, і 2 тисячі 800 справ ГПУ знаходяться в судах. І у них, і у нас розгляд справ затягується. Проблема не тільки в імовірній корупції, яка є у всіх органах, в тому числі в українських судах також. Проблема в надзвичайно малій кількості суддів. Після люстрації, а також відставок суддів, які не хочуть заповнювати електронні декларації по зрозумілим причинам, в нас залишилися одиниці суддів в районних судах. Наприклад, в Речерському судді? Чотири судді. Нагрузка на кожного 200 справ. На кожного. В сусідніх районних судах Києва 5-6. По всій країні аналогічна ситуація. Отже, проблема з проблем швидкий набір нових, чесних, професійних суддів. А де ж чесних взяти, так і хочеться спросити? На конкурсі, під ретельною спецперевіркою спецпідрозділів правоохоронної системи, а також громадськості. Іншого варіанту у нас немає і ми потребуємо. Хоча навіть в умовах сьогоднішніх ми запустили процес на стикі глобальний, що в чотири рази більше є вже вироків. Якщо минулого року їх було всього по 200, і я пам'ятаю, всі ці роки приблизно 200 вироків по корупції, зараз ми маємо вже близько 900 вироків. Це непогано, хоча ми сподівалися на декілька тисяч. Впевнений, що рік, коли в Україні до реального міри покарання через позбавлення волі буде засуджено принаймні 2 тисячі корупціонерів від маленьких на рівні села до великих на рівні столиці, країна почне жити по-новому. Коли це буде? Ось так і хочеться вздохнути. Давайте ще о цикрах. В цьому році в Генпрокуратура вирокалося повернути бюджет більше 50 мільярдів гривень. Сумма хороша, звісно, але в цьому вопросі багато ніколи не бувається. Скільки в цьому році от вас ждати? Хотілося б більше, я зразу скажу. Ми дійсно грошуємося тим, що провели спецконфіскацію півтора мільйорів крадених коштів Януковича. Я відчуваю величезне задоволення в тому, що ці гроші вже працюють на країну, на оборону, на будівництво доріг. В майбутнього року буде створена нова, фактично відновлена мережа сільської медицини, багато інших соціальних проєктів. Але цього року був унікальний дзвонок від міністра фінансів, який дзвонить, каже, пане генеральний прокурор, я тебе прошу, не спецконфісковуй цього року вже нічого, бо в нас проблеми з МВФ будемо чергову спецконфіскацію, приблизно 5 млрд в першому краталі, а далі будемо працювати. Юриталь, давайте коротко. У мене є один вопрос, очень важливий. Мені він інтересен, чисто з чоловічної точки зрения, меняються ли у нас люди. В цьому році було существенне повищення зарплаты сотрудникам прокуратур. Ось ваше наблюдення, взяток менше стали брати після цього? Работати краще стали? Тільки коротко, якщо можна. Якщо коротко, то все дуже просто. Я горжуся тим, що випадки, коли прокурори відмовляються отримувати хабар, пишуть в офіційну заяву, і ми затримуємо тих, хто намагається їх вручити нашим працівникам, стає дедалі більше. Молоденький, до 30 років переселенець з тимчасово окупованої Луганської області відмовляється від 200 тисяч доларів слідчої Генеральної прокуратури. Керівник підрозділу відмовляється від 50 тисяч. Ще декілька військових прокурорів від 150 тисяч. Це ознака часу. Чи є це масовим явищем? Поки ще ні. Але це трава пробі асфальт. Нові підходи Генпрокуратури будуть працювати. Чому я так говорив? Тому що, з одного боку, завдяки президенту, уряду, парламенту, ми вдвічі підняли зарплату прокурорів. Друге. Ми ввели генеральну інспекцію, яка виявляє хабарників повседенній діяльності органів прокуратури. Третє. На сьогоднішній день ми позбулися сталінського родименту вертикальної, тоталітарної системи ГПУ, коли начальник завжди правий. Тепер ні генеральний прокурор, ніхто інший не може наказати, кого взяти на роботу, кого звільнити. А відтак він не може сказати, саджай, або я тебе звільню. Це вело зовсім інші правила поведінки. Люди стали відчувати, що вони приймають законне рішення. За це отримують достатньо високу, як для українських мірок, зарплату, але над ними слідкує генеральна інспекція, яка може затримати будь-кого. І затримує на будь-якій рівні посадки. З моєї точки зору, все це, а головне, скасування від, скасування слідства, розведення його в різні офіси, означає кінець сталінської тоталітарної системи карального органа. З цим я горжуся. Ми переробили старий советський «Жигуль» в нормальний сучасний «Фольксваген» і будемо рухатися ще з кращими результатами в наступний рік. Ну, надіюсь, що ви правы, трава почала пробивати асфальт, тем более, що на місці цього асфальту вже давно должны були расти дерев'я, согласитесь. Спасибо. Юрій Луценко. Мене покликали, коли там уже були тони. Верю, генеральний прокурор України, тем сложнее для вас вызов, тем, наверное, интереснее. Генеральный прокурор України был гостем нашей программы. Есть ще одна сфера, в которой коррупція раздражає, наверное, абсолютное большинство наших граждан і напрямую угрожає жизням людей. Це здравоохранення. На этой неделе появился разгромний отчет счетной палати по Минздраву. Проверили, ужаснулись. Почему? Обсудим скоро. Это подробности недели. Продолжаем после рекламы. Старые болезни обновленного Минздрава. Счетная палата разоблачила великих комбинаторов госзакупок. Кому грозят уголовные дела? Реформа с риском для здоровья. Что нужно знать пациентам о семейных врачах и о том, как не разориться на лечении? Опасное признание. Не приведет ли решение Трампа о статусе Иерусалима к войне на Ближнем Востоке? Подробности недели возвращаются в прямой эфир. Давайте продолжим. Вместо антибиотика мел, а вместо лечебных капсул пустышки. Сейчас в Украине бум фармфальсификата. И особенно актуально эта проблема стала сейчас, в период обострения вирусных болезней, простуд и гриппа. У нас в стране подделывают все. И копеечные препараты типа перекиси водорода, и дорогостоящие медикаменты за несколько тысяч. А все потому, что на фармрынке отсутствует контроль. Ведь в Украине до сих пор действует мораторий на проверки аптек. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой пустышки? Наша Евгения Коваленко устроила рейд по аптекам и провела проверку на честность. Поход в аптеку, как игра в рулетку. Украинцам страшно идти в аптеку. Ведь купить настоящее лекарство сейчас это вопрос везения. Потребляют целыми сериями. Кому не повезет, будет лечиться пустышкой. После антибиотика должно быть действие на третий день. Вот, его не было. И таких случаев не счесть. Украинские аптеки завалены подделками. Почти каждый месяц силовики накрывают подпольные ЦК по их изготовлению. Октябрь Во Львовской области изъяли таблеток на 6 миллионов гривен. Дорогой препарат для свертываемости крови был фальшивкой. Апрель В Одессе рассекретили целую сеть. Дельцы сбывали подделки через аптеки. Успели продать более чем на 30 миллионов. А это Харьков. В домашней лаборатории черные фармацевты штамповали анаболические стероиды под марками иностранных производителей. Подделывают абсолютно разные лекарства от самых дорогих до самых дешевых. Чаще всего это наиболее распространенные и хорошо разрекламированные препараты. И это вам еще повезло, если, к примеру, в таблетках от головной боли вы обнаружили обычную муку, мел или крахмал. А представьте, что может случиться, если вот этой пустышкой вы будете лечить серьезное заболевание. Это на собственном опыте довелось испытать Катя. Девушка заболела ангиной. Температура подскочила до 40. Вызвала врача. Кате немедленно выписали антибиотики. Препарат купила в ближайшей аптеке и начала принимать. Но эффекта ноль. Пошел четвертый день, температура не падает. Уже чуть ли не каждый раз, не каждый день приезжала скорая. Муж мне сам делал кол и сбивал температуру, потому что никакие таблетки ничего не действуют. Ближе к ночи чистят зубы, обратила внимание, что у меня очень много крови в горле. Я так испугалась. Катю госпитализировали. Врачи назначили новые препараты и выяснили, несколько дней девушка лечилась подделкой. Проводили лабораторные исследования и он показал, что это обычный какой-то порошок. Там нет даже вообще ничего, просто какая-то пустышка. Кате очень повезло, что лечение пустышкой прошло для нее без серьезных последствий. А ведь часто потерянное время может стоить здоровья. Это касается не только пневмонии или запальных процессов в гостых ситуациях. Например, пациент с гипертонической болезнью. Ему однозначно нужно контролировать артериальный тиск. Иначе это приведет до ускладения. Никто не уверен в том, что он купит. Он имеет суммы в том, кто ему эти лекарские препараты выдал. Контролировать, что попадает на полки аптек, должна госслужба по лекарственным средствам. Что сейчас происходит на рынке, на камеру комментировать в ведомстве не захотели. Прислали письмо. В нем сообщили давно известную информацию. Нормально контролировать аптеки не могут, ведь до конца года действует мораторий на проверки. Из-за этого собственники аптек чувствуют себя безнаказанными и могут втюхивать покупателям что угодно. Ведь главная цель не вылечить, а заработать. В цивилизованном мире такой фарм-беспредел и представить невозможно. У нас на аптеку выдаются лицензии, а там выдаются персональные лицензии. И не дай бог в Европе. Я отпущу лекарственный препарат рецептурный без рецепта. Завтра я на своей карьере поставил жирный крест. А у нас сам пациент должен контролировать, что он покупает в аптеке. В этом убедилась и Светлана. Она купила антибиотик. Девушка сразу пошла в аптеку разбираться. В итоге деньги за просроченные антибиотики вернули. Но это скорее исключение из правил. Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперты советуют требовать у фармацевта сертификат качества на препарат. Его сразу должны предъявлять. Но предъявляют ли? Мы провели эксперимент. Без камеры под видом покупателя отправились в рейд по аптекам. В первой требуют сертификат качества на таблетки от простуды. Надо мной открыто смеются, мол, кто будет подделывать недорогое лекарство. Но документ дают. А чего вы так реагуете? В другой аптеке прошу дорогие лекарства. Это же антибиотики, так разумеем? А у вас есть сертификат якости? Сертификат мы сделаем. А когда, завтра или сегодня? Ну, сейчас этот сертификат будет или завтра? Сейчас все полистонно хочет. Да. А долго треба чекаться? Ну, не будем. К неудовольствию аптекарей я соглашаюсь подождать. Тогда мне заявляют, ждать придется уже не 20 минут, а как минимум день. Иду еще в одну аптеку. Здесь тоже отговорки. Результат эксперимента неутешителен. Только в одной аптеке из трех мне предоставили сертификат качества. Наталья тоже давно перестала доверять аптекам после того, как купила подделку. Женщина так обеспокоилась этой ситуацией, что даже решила помочь другим и создала специальное мобильное приложение, чтобы проверять подлинность лекарств. Фальшивые лекарства приносят вполне настоящие деньги. Черный фармрынок это миллиардный бизнес. И ради прибыли дельцы легко переступают закон. Тем более, если он не работает. Евгения Коваленко, Марьяна Бурякова, Вячеслав Фролов и Павел Лысенко. Подробности недели телеканал Интер. Не остался в стороне от скандалов на этой неделе и Минздрав. В заголовках новостей ведомство Ульяны Супрун появилось благодаря отчету счетной палаты. Отчет поражает. Основные пункты этого документа максимально коротко и емко расписала себя в фейсбуке Ольга Богомолец, глава парламентского комитета по здравоохранению и давний критик Ульяны Супрун. Тут и срыв программы госзакупок, и непрозрачность процедур, и коррупция, и убытки для государства. Аудиторы счетной палаты настаивают на том, что по всем этим фактам должно быть проведено расследование. Ну, впрочем, что-то не верится, что расследование по этому поводу будет проведено или все-таки это возможно. Давайте-ка обсудим эту тему с Ольгой Богомолец. Она сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Ольга. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Скажите, что вас больше всего поразило в отчете счетной палаты? Какие основные нарушения там удалось обнаружить? Найважливее то, что сегодня нет леков. Рахунковая палата наконец продемонстрировала то, о чем знают все. Потому что 6 миллиардов, которые были выделены на этот год, Министерство не спромоглося. Закупить медикаменты вообще ни на копейку. Их нет. Люди в цей час помирают. За минулий рік гроши были выведены из страны 4 миллиарда в листопаде на рахунки в США. На сегодняшний день за минулий рік поставки сделаны лишь немного больше чем на половину. Почему это происходит? Рахунковая палата продемонстрировала, что Кабинет Министров и, власне, те люди, которые отвечают за то, чтобы в стране были медикаменты, они подписали такие договоры на поставки, которые вообще никто из предприятий счастья такого никогда не видит. При полной передоплате деньги выведены. Дозволяют сегодня поставку сделать через 18 месяцев. Гроши выведены, поставок нет, нет, нет. Люди помирают. Поэтому я обратилась к Рахунковой палаты я пробовала изменить ситуацию уже в этом году. Потому что еще в прошлом мне было понятно, что у нас не будет в этом году медикаментов. Я обратилась в Генеральную прокуратуру, до премьер-министра, в НАБУ, до всех инстанций. Для меня важливо, чтобы у людей были леки, если в стране есть деньги. Потому что, если кто-то делает свои коррупционные и деньги выводят, а медикаментов нет, это не то, что защищает интересы людей. Тут и помирает. Ольга, что вы здесь видите вот таким действием? Рахунковая палата продемонстрировала, что МОЗ не впорався, взагалі, не забезпечив людей медикаментами. Первое. Другое. Закупивки проходят в полностью закрытом формате. Потому что, соответственно до подписанных договоров, информация не оприлюдниется, она не является публичной, что порушает законодательство Украины. И, если говорить дальше, там купа властных порушений и что до терминов придатности, когда приходят леки, у которых обмежены термины придатности, мы должны закупить, чтобы их хватило на год, а они приходят с термином придатности 3-6 месяцев. Поэтому на десятки миллионов гривен надо на сбыточки в государстве, но главное, что помирают люди, у которых нет денег на леку. Ольга, это не профессионализм или все-таки злой умысел? Ваш опыт что подсказывает? Я вважаю, что и те, и те одночасно. Тобто гроши выведены и этими грошами абсолютно однозначно кто-то используется. Они не лежат десь что 6 миллиардов, что 4 миллиарда. Поэтому там, где есть гроши, там есть коррупция. Что до непрофесионализма, однозначно он есть у этой команды. Потому что, кроме того, что нет поставки медикаментов, у нас сегодня заборгованность по зарплате лекарям понад 100 миллионов. Протягом этого года лекарь получает такую же зарплату как санитарка и как прибиральница, как медсестра. Уявите себе, чтобы премьер-министр получал такую зарплату как прибиральница в Кабмине. Это просто порушение поваги и элементарной гидности для людей. Это все делается абсолютно с ведомой позиции, выполняющей обвязки министра. Но у меня до нее нет претензий. Персонально премьер-министр ответственный за ту катастрофу, которая происходит сегодня в галузе охраны здоровья. Он взял на себя ответственность. Он не призначил легитимного министра. Значит, он несет особистую прямую ответственность в том, что люди помирают. Но тем не менее, давайте об ответственности Супрум. С журналистами она, как показывает опыт, общаться вообще-то очень не любит. Особенно, когда возникают вот такие вот скандальные ситуации. Есть возможность, что на последней пленарной неделе в этом году все-таки удастся ее заполучить хотя бы в парламент депутатам и там за все это спросить. Но извините, это очень громкие обвинения. Фрадия, она может появиться? Я вважаю, что это нужно сделать, но в связи с тем, что она не была призначена, она и не не несет в соответствии до нашего законодательства никакой ответственности. И кому-то очень выгодно иметь непризначенного нелегитимного министра и этим користуватись. Если раньше у нас была украинская коррупция, мы пытались ее поделать законом про международные закупления, то сегодня мы перейшли в международную группу, уже в важную категорику, когда мы вообще не влияем на процесс. Поэтому я считаю, что абсолютно однозначно правоохранные органы должны открыть криминальную справу на того, кто позволил подписать антинародный договор, который позволяет делать поставки через год и через 18 месяцев. Хорошо, мнение понятно. Слово за правоохранителями. Будем ждать и будем внимательно следить за этой историей. Давайте теперь бюджет и здравоохранение в 2018. Вы отдали свой голос, кстати, за бюджет? Нет, это не бюджет, это катастрофа для здоровья людей. Я не голосовала за этот бюджет, я его не поддерживаю. Ни одна пропозиция комитета охраны здоровья, которую я очолюю, не была принята, не была проголосована. Кому не хватит денег? Лекование онкохворых на наступный рік профинансовано на 20%. Это означает, что из 100 онкохворых людей только 20 могут рассчитывать на поддержку государства. 80% не имеют шансов. 30% пациентов с инфарктами и инсультами только 30 будут отрабатывать от государства. 70% снова-таки не будут иметь шансов выжить. А онкология сердцево-судинных вробей это лидеры смертности. Ольга, что я могу пообещать? Что мы обязательно разберемся с вопросами датирования здравоохранения в бюджете 2018-го, возможно, уже даже в следующей нашей программе. Пока вам спасибо огромное за то, что нашли время, ответили на мои вопросы. Глава парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец отвечала на мои вопросы. Но, тем не менее, как бы ни было, все-таки первый этап медреформы Ульяны Супрун, так называемое первичное звено, стартует уже в следующем году. Договор с семейным врачом. В больнице уже даже образцы таких деклараций разослали. Ну, вот только все ли готовы к этой реформе? Наш корреспондент Галина Якушко попыталась заключить договор с семейным врачом. Что из этого получилось? Посмотрите в ее сюжете. Больница в самом центре Львова. Возле этого кабинета на третьем этаже всегда много людей. В очереди и взрослые, и дети. Здесь принимает семейный врач. О том, что скоро с таким доктором каждый должен будет заключить договор, знают немногие. Знаю, насколько володею ситуация с нового года. Надо будет выбирать своего персонального лекаря. Так как же заключить договор с таким врачом? Можно ли это сделать уже? Идем узнавать сами. Поход к семейному врачу начинается с регистратуры. Чтобы попасть в кабинет, нужно взять талончик. На табло в регистратуре время приема и данные врача. Стаж и квалификация. Информация скудная. Выбор семейного врача зависит от собственных предпочтений. Можно выбрать доктора, который принимает возле дома, которого посоветовали друзья или о котором вы прочитали на форуме. Просто в интернете. В кабинете у врача компьютер есть доступ к интернету. Ведь он должен регистрировать пациента в единой электронной системе. Для этого необходим паспорт, ID-карта, вид на жительство или свидетельство о рождении ребенка. А еще идентификационный код. Со своего домашнего компьютера зарегистрироваться не получится. Семейный врач выдает такую вот декларацию. В ней указаны паспортные данные и место жительства. Это официальный документ начала вашего с врачом сотрудничества. Один экземпляр договора врач вручит вам, а на мобильный телефон придет персональный код. По нему пациент и сможет обращаться в больницу. Путь к узкому специалисту, к примеру, окулисту или лору, усложнится. К ним можно будет попасть либо за деньги, либо через семейного врача. Но пока все это дело будущего. Заключить договор с семейным врачом сейчас невозможно. Нет необходимой электронной системы. Лекарь подтверждает эту декларацию в электронной системе и эта декларация регистрируется в системе e-health. А мы можем сейчас поделиться на компьютере, как он электронно выглядит? Сейчас мы этого не можем сделать, поскольку для того, чтобы зарегистрирувать эту декларацию и подписать, заклад и лекар должен быть введен в систему e-health. Мы еще не зарегистрированы. Никакая установка Львова еще не зарегистрирована в системе e-health. Пока нет ни системы, ни национальной службы здоровья. Фактически ядра новации от Минздрава. Ведь предполагается, что именно этот орган будет регулировать все финансовые отношения в медицине. За каждого зарегистрированного пациента больницы от национальной службы здоровья планируют перечислять 370 гривен в год. Чем больше пациентов, тем больше денег получит семейный врач. Но при этом он сможет обслуживать максимум 2000 человек. Впрочем, не все эти деньги пойдут на зарплату медику. Часть останется больнице. Чтобы стать семейным врачом, необходимо пройти обучение и получить лицензию. Фактически семейными врачами станут нынешние участковые терапевты. Под звуки бетономешалки и музыки в Никутской амбулатории семейной медицины ведут ремонт. Все в процессе, деньги на то выделены, ремонт и работы проводятся. Самое главное, что все с той работой, что дах. Это самое главное. Так здесь готовятся к переменам. Красят стены, проводят канализацию, закупили компьютеры, провели интернет. Правда, техникой пока не пользуются. Держат под замком. Мониторы, системный блок и все комплектующие даже уже. В Паникутской амбулатории хорошо работает сарафанное радио. Обидеях Минздрава здесь слышали все. Моя мать договор с классом, чтобы с нами не встали, идем до лекаря. Что должно измениться, им рассказала Ольга. Она здесь единственный врач. В село вернулась сразу после университета, работает уже третий год. За день принимает по 40 пациентов. В тестовой медсистеме амбулаторию уже зарегистрировала. После реформы Ольги пообещали повысить зарплату до 18 тысяч гривен, а в амбулаторию прислать еще несколько семейных врачей. Правда, где их взять, пока неизвестно. На весь район таких вакансий как минимум пять. На данный момент их семь, а в принципе до нас прийдут педиатры и в принципе мы будем обслуговывать. Но не везде ситуация настолько оптимистичная. Село Берегово во Львовской области. Чтобы добраться до медпункта нужно пройти несколько десятков метров по такой вот грязи. Внутри обстановка не лучше. Внутри наливаю воду на одну руку помало ставлю чайник разомываю воду беру милу наношу тут у нас стоит ведро куда-то вода заливается и потом воду санитарка выносит выливает. Сломанная лампа обогреватель телефон здесь нет не то что компьютера даже воды отопления все удобства на улице в этой амбулатории Ольга работает фельдшером не на камеру обе Ольги рассказывают что им предлагали работу в Польше там и условия в больницах лучше и зарплата гораздо выше но девушки пока думают Галина Якушко Юрий Голубинко подробности недели телеканал Интер Львов А вот тех украинских врачей которые уже подумали и решили все-таки уехать за границу как минимум тысячи в западных областях Украины есть целые больницы в которых попросту нет специалистов и этот процесс наверняка будет продолжаться даже в крупных городах каждый может заметить десятки объявлений о языковых курсах именно для врачей немецкий английский польский языки для врачей и медработников можно ли остановить вот такой отток медицинских кадров и сделано хоть что-то для этого сейчас при разработке госбюджета такие вопросы мы задали Ирине Сысоенко замглавы парламентского комитета по здравоохранению Уряд має нарешті зрозуміти що не стіни не медичное обладнання лікує людей а їх лікують лікарі медсестри і ті люди до яких безпосередньо звертаються громадяни нашої держави тож основною задачей держави забезпечити фондом оплати праці на достойному рівні медичних працівників я дуже би хотіла щоб уряд почув народних депутатів і щоб була збільшена медична субвенція на наступний рік ми знову бачимо недофінансування медичної субвенції на фонд оплати праці медичних працівників і це є основою реалізації медичної реформи України сьогодні ми, як звичайно, намагаємося показати точки зрения представителів як можливо більшого числа поліцил вже були блок Петра Порошенка Батьківщина Свобода і Самопоміч тепері субвенція подробності недели Юрий Анатольович есть на связі Юрий Анатольович здравствуйте давайте начнем с темы здравоохранення ее мы как раз обсуждаем в этом части нашей программы уже ясно что первый этап медреформы в варианте Ульяны Супрум все-таки попытаются реализовать в следующем году обещают и создать службу надслужбу для распределения многомиллиардных расходів на медицину вы верите что это все реально заработает ну на самом деле дело не в том что я в это верю или нет в это не верят сами специалисты которые работают в медицине потому что сложно представить что каждый руководитель медицинского учреждения вынужден будет ехать в Киев и получать финансирование оттуда сколько это работы и как вообще это скажется на децентрализация которая сегодня должна только развиваться а мы практически сегодня видим что она сворачивается такими решениями поэтому это коррупционная схема однозначно это схема централизации финансовых потоков в руках чиновников и мы катерински против этого мы за это не голосовали и пошли в суд конституционный по отмене этой реформы потому что люди не понимают как в условиях всеобщего обнищания можно делать платную медицину узаканивать то что люди должны платить сумасшедшие деньги за плановые операции за обследование за лечение и так далее ясно еще одно решение политиков на этой неделе опять продлили мораторий на продажу земли кстати уже где-то 15 год подряд продлевают этот мораторий вам не кажется странным что это происходит уже так долго и какие условия должны быть созданы чтобы мораторий все-таки можно было и снять это очень чувствительный вопрос люди не понимают рынка земли в том виде в котором его пыталось представить правительство и поэтому мы выступаем за то чтобы был мораторий и вообще запрет на продажу земли пока не будет сформировано законодательство таким образом что люди при продаже земли почувствуют выгоду почувствуют что действительно они являются хозяемой земли могут ее заложить банки могут получить кредит могут ее передать по наследству и что-то с ней сделать сегодня самая большая опасность которая существует вот на земле работают фермеры которые имеют договора с людьми на земельные пои на выращивание там сельскохозяйственных культур так вот если будет в диком виде в котором предполагался этот рынок земли то придут просто крупные хоу у них ничего боятся люди скупят эти земли и фермеры лишатся работы а если фермеры уходят из села то село умирает это нет рабочих мест холдинг приехал посеял убрал и уехал а рабочих мест он не создает вот в этом опасность и поэтому мы были катерийски против теперь о госбюджете на следующий год понятно что ваша фракция не голосовала но все-таки бюджет принят как вы оцениваете этот документ и чего ждать например пенсионерам такое впечатление что на этой неделе повышение этих выплат вообще не говорили хотя спорили очень много о других социальных расходах на самом деле это была основная причина почему мы голосовали против этого бюджета потому что все последние 4 года нахождения вот этой власти каждый бюджет он все больше ухудшал жизнь пенсионеров практически давали деньги всем кроме тех людей которые отработали всю жизнь и нуждаются в наибольшей поддержке государства это самая большая беда что произошло допустим с так называемой пенсионной реформой что перекочевало в сегодняшний бюджет пенсионной реформе люди которые получали маленькие пенсии они получили маленькие доплаты а люди которых была достойная пенсия они получили большие доплаты и вот что сталось в результате введения так называемой пенсионной реформы теперь еще больше пострадавшая категория это пенсионеры отставные военные и пенсионеры правоохранительных органов. Они вообще не получили индексации. Последний раз у них индексация была в 2012 году, а они по закону напрямую датируются из бюджета. И в бюджете не предусмотрено денег для того, чтобы поднять им пенсии. То есть люди, которые отслужили стране, которые имеют заслуги, они получают пенсию полторы-две тысячи гривен. Это полковники, подполковники. То есть те, которые заслужены, которые 20-30 лет отдали службе в армии. Или в правоохранительных органах. И вот таких несправедливостей очень много. То есть практически все социальные выплаты порезали. С учетом реальной инфляции они все меньше, чем в предыдущие годы. Каждый бюджет ухудшает жизнь людей. Это бюджет вообще чиновников и полицейского государства. Поэтому мы были против, мы голосовали против этого бюджета. А чего можно ждать от последней пленарной недели в этом году? Например, долго обсуждали законопроект по Донбассу, но в итоге до принятия так и не дошли. Ваш прогноз, его вообще могут принять? Мы были категорически против законопроекта по так называемой реинтеграции. На самом деле это законопроект по отделению этой части Донбасса. Потому что он не содержит ни одного механизма, как вернуть территорию и восстановить территориальную целостность нашей страны. И он ничего не делает для остановки военного конфликта при его принятии. То есть это политическая декларация, которая удовлетворяет политические амбиции партии войны, позиции которой сегодня представляют две фракции в парламенте. Поэтому мы были категорически против. Мы считаем, что кроме как очередного обострения этот законопроект ничего не принесет. А что касается последней недели, то скорее всего мы будем свидетелями решения ряда кадровых и лоббистских законов, которые будут предприняты остатками правящей коалиции. Потому что мы уже видим, как шло принятие бюджета, какой уровень политической коррупции был при этом применен. И видим, что к сожалению сегодня остатки правящей коалиции будут пытаться дальше узурпировать власть, дальше получить какие-то преференции. Поэтому я не жду каких-либо решений, которые нужны для общества. И в первую очередь, я скажу позиции нашей фракции, мы будем наставить на том, чтобы в парламент рассмотрели наше постановление о заслушивании руководителей правоохранительных органов. Как они будут наводить порядок в стране, особенно после позорного случая, когда не смогли задержать господин Саакашвили и все правоохранительные органы, показали полную беспомощность. А второе, и нет результата расследования резонансных преступлений, которые беспокоят общество. Второе, мы будем наставить на принятие закона, их четыре, по помощи переселенцам. Это полтора миллиона человек, которые живут в бедственных условиях. Третье, мы будем настаивать на увеличении выплат военным пенсионерам и пенсионерам правоохранительных органов. Это почти 700 тысяч человек. Спасибо. Юрий Бойко отвечал на мои вопросы. Ну, уже как-то даже смешно, что приходится всю программу говорить о скандалах. Но что поделать, если наши политики очень стараются создавать поводы для них. Причем иногда даже на ровном месте. Тогда, когда можно было всего лишь заранее подумать, какой эффект может произвести конкретное решение, и либо отложить его принятие, либо смягчить формулировку. Например, большую проблему для нашей страны создал принятый в сентябре новый закон об образовании. Сам закон, безусловно, нужен. Это та реформа, которую ждали в Украине очень давно. Вот только седьмая статья закона вызвала такую реакцию стран-соседей Украины, что отношения с ними испорчены до сих пор. Уже четвертый месяц. Особенно сложно с Венгрией. Там категорически не воспринимают новацию, ограничившую право этнических венгров в Украине учиться на родном языке не только в младшей школе, но и в остальных классах. Дошло даже до того, что Венгрия пообещала заблокировать европерспективу для нашей страны и угрожает остановить любую поддержку по линии НАТО. Мол, нарушаем права человека. Уже и министр иностранных дел Украины Павел Клинкин обещал больше делать для защиты венгров в Украине, и Лилия Гриневич, министр образования, гарантировала, что жесткого применения закона не будет, но венгры не отступают. Требуют и вовсе отменить закон. На этой неделе спор наконец-то дошел до Венецианской комиссии. Это главный орган Евросоюза для решения языковых споров. И если еще накануне ожидалось, что комиссия серьезно раскритикует украинский закон и заставит срочно его переписывать, то сегодня новости совсем другие. Вот какие? Давайте узнаем у Алексея Пшемыского. Наш корреспондент наблюдал сегодня за работой Венецианской комиссии. Алексей, приветствую. Скажи, что решили. Пока тут по новостям видно, что скандальный закон комиссия жестко менять не требует. Это действительно так? Добрый вечер, Алексей. Скажу, что буквально еще два дня тому назад, вот как нам удалось узнать, Венецианская комиссия готовила вот такой совершенно разгромный вывод относительно украинского закона об образовании. Но все поменялось буквально за несколько часов до начала сегодняшнего заседания. Сложно сказать, что на это повлияло. Но скажу, что градус критики, возможно, упал где-то раза в два, но все же очень много замечаний остались. В первую очередь Украине рекомендуют продлить переходной период вступления закона в силу, а также исключить из его норм действия частные школы, для того, чтобы представители нацменьшинств могли в этих учебных заведениях получать образование на своем языке. Отмечу, что, собственно, вот вопрос о правах нацменьшинств на образование, та самая скандальная стакия 7, о которой вы упомянули, вызвала наиболее горячие дискуссии на сегодняшнем заседании. Напомню, что закон дает право представителям нацменьшинств после пятого класса изучать свой язык лишь как отдельный предмет, или же изучать на нем всего лишь несколько предметов, если речь идет о потенциальных языках Евросоюза. Все остальное образование должно вестись на украинском. Собственно, в Венестанской, простите, комиссии заявили о том, что это может нарушать Европейскую конвенцию прав человека, и попросили Украину немедленно внести правки. Вот как это прокомментировал президент Венецианки Джани Букикио. Давайте послушаем. Было много дискуссий о неравном отношении к языкам нацменьшинств. Я считаю, что здесь необходимы изменения. Однако наше мнение таково, закон не окончательный, это дорожная карта. Все зависит теперь от его имплементации, и я вижу готовность украинской стороны вносить изменения. Отмечу, что отдельно в ходе обсуждений поднимали и вопрос об образовании на русском языке. Недоумение многих докладчиков вызвал тот факт, что несмотря на то, что русский второй наиболее распространенный негосударственный язык в Украине, закон об образовании дает русскоговорящим украинцам существенно меньше прав получать образование на нем, чем, скажем, тем, кто говорит на румынском или на венгерском языке. Многие докладчики говорили о том, что такие нормы не способствуют улучшению изучения украинского, а направлены на дискриминацию русскоговорящих украинцев. Собственно, давайте послушаем мнение одного из докладчиков по этому вопросу. Я не исключаю, что некоторые нормы этого закона могут нарушать Европейскую конвенцию о правах человека. Закон ставит в неравноправное положение в Украине официальные языки ЕС и, к примеру, русский. Не исключаю, что некоторые нормы закона направлены именно на дискриминацию русского. Однако украинским законодателям легко это изменить. Отмечу, что несмотря на вот такие жаркие дискуссии и комментарии со стороны Венгрии касательно закона об образовании, отдельно вопрос об образовании на венгерском не поднимался. Представитель этой страны лишь настоял о необходимости продолжения диалога с участием всех заинтересованных сторон. Отмечу, что на заседании Венецианской комиссии была и министр образования Украины Лилия Гриневич. Она заявила, что украинские власти как можно скорее начнут работу над внесением правок в документы и примут все замечания венецианских сведений. Вот как она прокомментировала выводы комиссии. Эти рекомендации мы тоже сможем выполнять, вписывая закон про загальную среднюю обучение, а также другие нормативно-правовые акты, потому что они касаются особенностей учения для разных национальных меньшин, их учебных планах, учебных программ. И в понеделок, соответственно, будем работать уже с полным текстом, где, как известно, каждое слово имеет значение. И тогда мы сможем эффективно работать подальше с законодательством. Вот такие выводы венецианки. Думаю, больше информации уже от украинской стороны мы узнаем в понедельник. Алексей. Будем ждать. Спасибо за работу, коллега. Алексей Пшемыцкий рассказывал об итогах заседания Венецианской комиссии. Этот закон об образовании сегодня обсуждали еще и в Брюсселе. На совете Ассоциации Украина-Евросоюз. Впрочем, вот там скандальный закон был далеко не единственной темой для дискуссии. О чем еще говорили и кто представлял Украину в Брюсселе? Это вопросы для нашего корреспондента в столице Евросоюза Елены Абрамовича. Она сейчас на связи с нашей студией. Лена, приветствую. Скажи, как прошел этот день, украинский день в Брюсселе? Алексей, все прошло спокойно, без громких заявлений и обещаний. Макрофинансовую помощь Брюссель Киеву пока не анонсировал. Но Еврокомиссия может давать деньги лишь тем государствам, у которых есть действующая программа сотрудничества с МВФ. А фонд ждет от Украины создание антикоррупционного суда, как в принципе и Евросоюз. Антикоррупционные реформы были одним из ключевых обсуждаемых вопросов. Украинский премьер заверил, для этого приложат все усилия. Та инициатива, с которой вчера вышел президент Украины, что до швидкого внесения в парламент Украины нового закону про створение антикоррупционного суда в Украине, вселяко витается урядом и мной, как премьер-министром. И мы, звісно, вселяко будем поддерживать швидкое принятие этого решения, для того, чтобы в Украине в 2018 году запрацював новый антикоррупционный суд. Это будет очень мощный, сильный крок на шляху борьбы с коррупцией. Верховный представитель ЕС Федерико Маггерини подчеркнула, борьба с коррупцией – основа всех реформ. Особой критики из ее уст не прозвучало. Напротив, она похвалила Киев за ряд реформ и даже за вчерашнее принятие Рады бюджета Украины на 2018 год. А также объявила о пакете помощи Восточной Украине. Речь идет о 50 миллионах евро, которые будут направлены на восстановление экономики регионов и безопасности граждан в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей. Спокойнее прошло обсуждение образовательного закона. В Венгрии давно грозилось, что поднимет этот вопрос во время встречи, поднимет вопрос о невыполнении Украины и соглашения об ассоциации во время этой встречи. Но во время дискуссии такие формулировки не прозвучали. Стороны просто высказали свое мнение по поводу этого закона. Главное это то, что ни одно из прав национальных меньшинств не может быть ограничено. Это фундаментальный принцип. Если раньше было право на обучение на Венгерском с 6 до 23 лет, а теперь будет до 10 лет, то это ограничение прав. Права меньшин только расширяем этим законом, именно через то, что возможности каждого окременного представника национальной меньшины и знания мовы абсолютно расширяются. Ну а Евросоюз, в свою очередь, призвал прислушаться к мнению Венецианской комиссии. Словом, заседание прошло, по крайней мере, судя по заявлениям политиков, вполне в дипломатических рамках. Алексей. Спасибо, Лена. Должен отметить, что даже не дослушав мой вопрос, ты умеешь раскрыть полноценно тему и объяснить все очень доступно и профессионально. Спасибо. Лена Абрамович была с нами на связи из Брюсселя. Ну а вообще и в Европе, и в Америке тема номер один сейчас это Иерусалим. Трамп решил перенести в этот город посольство США и формально признать город столицей Израиля. Казалось бы, простое решение, но последствия могут быть очень масштабными. Эксперты заговорили уже и о новой войне на Ближнем Востоке, а в самом городе беспорядки. Чем все закончится, обсудим уже очень скоро. Это подробности недели мы продолжим после рекламы. И снова в эфире подробности недели мы продолжаем. Воздержаться от поезда к Восточный Иерусалим советует украинцам МИД. Ведь сейчас там ситуация накалилась. Признание Трампом Иерусалима столицей Израиля стало поистине взрывоопасным. Это решение не поддержали ни Европа, ни арабский мир. Совбез ООН сегодня собрался на экстренное заседание. А в Иерусалиме, Вифлееме и на границе Израиля с сектором газа начались массовые столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Десятки людей уже пострадали. Палестинские власти заявляют об одном погибшем. Но в Израиле решению Трампа безусловно рады. И считают его исторически справедливым. Но почему признать Иерусалим столицей Израиля штаты решили именно сейчас? И к чему это может привести? Сергей Ауслендер разбирался. От него ждали сенсации и он не подвел. Хотя все знали, что Трамп скажет, но его слова все равно прозвучали, как гром среди ясного неба. Американский президент объявил, Америка считает Иерусалим столицей государства Израиля. Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Хотя предыдущие президенты обещали это сделать, они не смогли выполнить свое обещание. Сегодня я делаю это. Полагаю, что этот шаг отражает как наилучшие интересы Соединенных Штатов Америки, так и стремление к миру между израильтянами и палестинцами. В Израиле начался праздник, в Палестине массовые протесты. Иерусалим воспринял декларацию Трампа как свою внешнеполитическую победу. Мы глубоко благодарны Трампу за его смелое и справедливое решение признать Иерусалим столицей Израиля и подготовиться к открытию посольства США здесь. Это решение отражает приверженность президента истине, выполнению его обещаний и продвижению мира. Разного рода аналитики и эксперты наперебой стали обсуждать декларацию, что она дает Израилю и чем грозит региону. Но нашлись и те, кто утверждает, сенсации как таковой не произошло. В сущности, если внимательно вчитаться в заявление Трампа, то ничего сенсационного он не сказал. Учитывая тот факт, что еще в мае 95-го года в Штатах приняли закон о статусе Иерусалима как столицы Израиля. С тех пор Конгресс каждые полгода аккуратно ратифицировал этот закон, а очередной глава Белого дома аккуратно откладывал его выполнение. Вся эта политическая игра длилась 22 года. Так что заслуга Трампа не в том, что он признал Иерусалим столицей еврейского государства, а в том, что стал первым иностранным государственным деятелем, который произнес это вслух. В 1967 году, во время шестидневной войны, израильская армия захватила город. С тех пор Израиль считает его своей столицей. Там расположены все основные госучреждения, кроме Министерства обороны. Но мировое сообщество считает город спорной территорией и отказывается признавать его столицей государства Израиль. Так что заявление Трампа вызвало в мире настоящую бурю. Это решение может усложнить ситуацию на Ближнем Востоке и привести к эскалации конфликта. Статус Иерусалима всегда выносился за скобки. Считалось, что в конце его должны совместно определить израильтяне и палестинцы. И подобный шаг США может подлить масло в огонь. У Европейского Союза четкая и единая позиция. Урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной базируется на принципе двух государств. И Иерусалима как столицы этих государств. Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил американского президента в срыве мирного процесса, в котором статус Иерусалима был одним из ключевых вопросов. Это создает препятствие для всех усилий по достижению мира и означает уход Соединенных Штатов от роли посредника. Кроме того, эти меры мы считаем вознаграждением Израилю за отказ от соглашений и оспаривание международного права. США поощряют оккупационную политику, апартеид и этнические чистки. К Аббасу присоединились и другие страны, та же Турция, чьи отношения с Иерусалимом в последнее время здорово осложнились. Сделав такой шаг, вы толкнете регион в кольцо огня. Чего вы добиваетесь, мистер Трамп? Что это за подход? Вот политические лидеры должны способствовать не борьбе, а установлению мира. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал американского президента. Например, Чехия объявила, что признает Иерусалим израильской столицей, а филиппинское руководство заявило, что изучает вопрос переноса туда своего посольства. Палестинские организации призывают устроить дни гнева. Израильская система безопасности готовится к массовым столкновениям с арабами. Они уже идут в восточных кварталах Иерусалима. Но это было и раньше, задолго до речи Трампа. Вне всякой связи о юридической оправданности или неоправданности, или дипломатических перспективах подобного решения, что это может стать триггером некого нового витка напряженности. Меньшинство считает, что этого было бы лучше избежать. Большинство израильтян полагают, что противникам Израиля не нужно искать специального повода для того, чтобы нанести его вред. Пока же меры безопасности в стране существенно усилены. В армии объявлен режим повышенной готовности. Сотрудникам посольства Соединенных Штатов предписано без особой необходимости в Иерусалиме не появляться. Сейчас все ждут, каким последствиям приведет долгожданное, но все равно неожиданное заявление американского президента. Сергей Услендер, подробности недели, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Ну и хотя Соединенные Штаты сейчас заняты ближневосточными проблемами, о других чувствительных темах все равно не забывают. Например, о войне на востоке нашей страны. Еще до конца этого года состоится новая встреча спецпредставителя президента США Курта Волкера с Владиславом Сурковым, помощником президента России. И это любопытно, ведь еще недавно считалось, что в этом году Волкеру с россиянами обсуждать нечего. И встречи возможны уже только в 2018. Другой уровень министров иностранных дел. Российский министр Сергей Лавров и Рекс Тилерсон, американский госсекретарь, провели переговоры в Вене. Детальные итоги переговоров широкой публике пока неизвестны. Но и американцы, и россияне отзывались об этих переговорах как о результативных. Говорили сегодня о последствиях войны на Донбассе депутаты Пассе. В столице Франции на заседании миграционного комитета Ассамблеи заслушали доклад представителя Литвы. Он готовил документ полтора года, бывал на Донбассе и общался с пострадавшими от боевых действий. В нашей стране, так или иначе, война коснулась 4 миллионов человек. И эти люди остаются практически без поддержки от государства. Члены комитета Пассе утвердили доклад и теперь вынесут на голосование в ассамблее в январе. Эту войну Украина не хотела. Украина попала в такую ситуацию, где многие вещи не готовы. То есть в стране не достает и правовых, как сказать, правового фундамента, как вам нужно поступать с людьми, которые лишились крова, лишились места своего жительства. Это также, конечно, проблемы экономические. Мы должны и вам помогать, но и, с другой стороны, требовать от вас ответственности также. Так что не только мы создаём политические условия, вы тоже создаёте политические условия. Впервые Европа обратила внимание на то, что украинская власть дискриминирует тех граждан Украины, которые в результате конфликта были вынуждены покинуть места проживания и жить на другой территории Украины. О том, что государство не обеспечивает им их экономические права, их гуманитарные права, их избирательные права. Не только те, кто переместился в другое место проживания, но и те, кто живёт на неподконтрольной территории. И впервые в этом докладе было сказано, и в проекте резолюции сказано о том, что государство и правительство необходимо обеспечить все выполнения экономических и гуманитарных прав этих людей. Это всё на сегодня. Спасибо, что смотрели. До встречи в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok